Поход на охраняемый объект Нас не отпускало тревожное чувство Это был непростой сталк на полузаброшенный объект Здесь была полноценная пятиполосная защита Объект охранялся военными И как раз, когда мы притаились у лесополосы Лежащие в 100 метрах от высокого забора Мимо нас прошла группа патрульных О чем-то отвлеченно беседуя И как мы туда пройдем? С сомнением спросил я Здесь и мышь не проскочит Смотри, как все охраняется Не ссы, парень! У меня есть друг, который знает человека Который чинил здесь канализацию Вон там, видишь? Он указал пальцем немного в сторону От главного въезда на объект Где одиноко торчал густой куст Метра полтора высотой Там расположена заброшенная ветка Канализационного коллектора Еще недавно она была заблокирована Бетонной стеной Но в связи с тем, что новая ветка канализации Приказала долго жить Военные решили временно возобновить Работу старой Это наш единственный шанс попасть вовнутрь Мы еще какое-то время укрывались в лесополосе В ожидании сумерек Когда сгущались сумерки Какое-то время фонари, ярко освещающие местность Не включались Именно такого момента мы и ждали Чтобы незаметно проскочить в коллектор Спустя еще 20 минут Мы увидели прошедших мимо нас патрульных И как только они скрылись из виду Мы кинулись в сторону одинокого куста Но как бы гладко не была спланирована наша вылазка Безогрех, конечно, не бывает Когда до старого коллектора оставалось 10 метров Неожиданно для нас обоих включилось освещение И секунд 10 мы были как на ладони Тогда у меня сердце ушло в пятки Особенно явственно мне вспомнилась табличка Которую мы нашли за полкилометра от охраняемого участка Запретная зона, стой, стреляю В куст мы буквально прыгнули Бешено колотилось сердце А мы затихли, прислушиваясь к окружающим звукам Не было слышно ни звука тревоги, ни топота ног патрульных Только звенящая тишина Странная звенящая тишина Переведя дух, мой друг указал пальцем на землю Старый люк, который мы обнаружили у себя под ногами Оказался довольно-таки массивным и тяжелым Но с помощью небольшой монтировки, извлеченной из рюкзака товарищем Мы быстро справились с этим препятствием Коллектор представлял из себя довольно жуткое место Труба радиусом в 3 метра Полностью была покрыта черным влажно-поблескивающим в свете фонарика налетом Воняло так, что слезились глаза Мы пошли вперед, ногами чавкая по слабо текущему черно-зеленому сточному ручейку Пройдя примерно 100 метров, тоннель разветвлялся надвое В одном из них мы обнаружили свежеразрушенную бетонную плиту И свернули туда Кулка от стен отражались наши шаги, разбавляемые шепотом друга Который все это время снимал на камеру, описывая происходящее Внезапно нашему вниманию предстала лестница, уходящая куда-то вверх Лестница уходила в зияющее черное отверстие И тут мне стало как-то не по себе А друг просто взял и уверенно полез вверх Оставаться одному в коллекторе мне не хотелось И я молча полез следом, ощущая необъяснимую тревогу Отворив крышку люка, мы очутились в тесном помещении В углу были сложены какие-то непонятные инструменты Здесь же стоял странного вида аппарат с баллоном высокого давления Скорее всего техническая комната, сказал глядя в камеру Игорь Он дернул за ручку двери, и она оказалась не запертой За дверью располагался светлый длинный коридор, в котором не было ни души И мы проскользнули туда Множество дверей, просто бесчисленное множество Но к нашему сожалению, они все были закрыты Мы так прошли еще метров сто, периодически останавливаясь и прислушиваясь к звенящей тишине Тупик И тут же двери лифта Игорь тыкает пальцем кнопку вызова, и лифт тут же послушно отворяет двери своим вечерним посетителям Мы вошли внутрь, и я на секунду запротестовал, призывая друга не заходить дальше Но тот сказал, мы сейчас делаем контент, который не делал никто И нажал на кнопку минус 8 Минус 8 этажей Уже тут мне стало дурно Как минимум 20 метров под землю Я думал, что нас тут же поймает, когда лифт откроется Но и на минус 8 этаже мы не обнаружили ни души Снова ярко освещенный коридор с множеством комнат Снова, опробовав ручки, мы не обнаружили открытых помещений И вот, последняя комната в конце коридора Помню это как в замедленной съемке Игорь кладет руку на ручку двери, и она с легким щелчком открывается Его лицо сияет улыбкой, и он заходит Я за ним В просторном помещении, в отличие от коридора, стоит полумрак Но мы видим, что в конце комнаты в углу виднеется темное пятно Мы медленно двигаемся в сторону этого пятна и упираемся в стеклянную стену Не дойдя до него примерно 5 метров Что это? Спрашивает Игорь, и тут же, словно в ответ его словам, пятно начинает шевелиться И в тусклом свете электронной лапы мы видим, как пятно приобретает понятные черты Это тело девушки Голова, ноги, руки, почему-то безвольно болтающиеся перед ее лицом Что за херня? Дрожащим голосом спрашивает Игорь Внезапно нечто разворачивается к нам И мы понимаем, что на самом деле девушка была не передней частью Девушка как бы вросла в заднюю часть монстра, который обладал лапами невиданного насекомого С горбатой спиной, покрытой дисковидными наростами Конец тела венчала низко наклоненная зубастая голова, с которой стекала густая бурая слизь Внезапно из-за стекла послышался приглушенный крик странной твари И она, разогнавшись, ударилась в стекло От увиденного мы оба пришли в ужас и оцепенели Отварьте временем, разогнавшись, снова ударилась в стекло, по которому пошла видимая нам трещина «Бежим!» — крикнул я И тут же мы выскочили в коридор, слыша крики и биения об стекло из той же самой комнаты Я бежал первым, и первым нажал кнопку вызова лифта И уже заскочив в лифт, мы слышали звон рассыпающегося стекла Мы смотрели в длинный коридор, где на кратке миг воцарилась тишина Но в следующую секунду дверь того самого помещения слетела с петель И оттуда выскочило страшное существо Оно приближалось с неимоверной скоростью, а мы с ужасом ничего не могли сделать Двери лифта медленно затворялись, и казалось, существо настигнет нас в последний миг Но двери закрылись, и мы почувствовали глухой удар с той стороны Лифт вдвинулся вверх Сначала было тихо Но потом мы услышали крик чудовища где-то под нами Он ползет вверх по шахте лифта С давленным голосом сказал Игорь Как только лифт открылся, мы выскочили в коридор, побежав к открытой двери технической комнаты Мы очень быстро преодолели канализационный коллектор И уже на выходе, подавая руку Игорю, я вдруг увидел исказившую его лицо гримасу ужаса В следующий момент его что-то резко дернуло вниз, и я услышал его оборвавшийся крик Плохо помню то, как я добрался домой Я бежал через лес километра четыре в панике и в глубоком смятении В дальнейшем, отчаявшиеся в поисках родственники Игоря Опрашивали знакомых и друзей о том, видел ли кто его Спросили и меня Но я боюсь признаться в том, что видел Я боюсь возмездия людей, которые скрывали эту тварь Субтитры создавал DimaTorzok